Итак, мы собрались тут, чтобы обсудить одно страшное событие, которое потрясло интернет. Сегодня мы обсудим кискибиди вирус. Нет, я не свихнулся, чтобы снимать с кибиди туалеты. Просто этот вирус захватил замечательную, интересную, разнообразную Half-Life 2. Эта игра меня познакомила с жанром шутер. И вот, идёт и без этого ужасный 2023 год. Я смотрел до фака Бума. Его видосы про Биг Смока, делай время и приколы с Майл 07. Как вдруг выходит видео, как этот же Майл 07 стоит на крыше дома и поёт ремикс мема с кибиди доп. Я тогда не придал этому значения. Потом буквально через неделю выходит и ещё один с кибиди туалет. Обычный прикол, ничего интересного. Потом выходит очень много серий этого шедевра. Чуть позже дети узнают об этом, не побоюсь сказать, говне. Теперь с кибиди вот не тазы, это тренд. Теперь дети думают, что легендарная музыка из Half-Life 2, 3 шедевна, это тема Титан Спикермена. Теперь дети думают, что с кибиди это работа до фак ю Бума. Как и гэм Биг Сити, как и машины, как и гэм Голден Сити Дэй. Давайте будем писать под его видео хэштег SaveHale 2. И будем писать, что в до фак украл модели, карты и персонажей из Half-Life 2. Теперь мы поговорим о умерших актёрах озвучки легендарной Half-Life 2. Роберт Гиум, озвучил Илая Вэнса, умер 24 октября 2017 года. Роберт Кауп, озвучил Доктора Брина, умер 24 марта 2010 года. Луис Госсетт, озвучил Вартигонтов Half-Life 2 и первом эпизоде, умер 24 марта 2024. Джим Фред, озвучил Отца Де Григория, он умер 20 декабря 2017 года. Умерло почти 70% актёров озвучки. Но на этом всё. Заканчиваем на такой грустной ноте. Всем пока. С вами был Рачка12К. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова